Девчоночки, всем большой привет! И вы попали на мой канал Мир Девчонок, и сегодня у нас с вами будет сбор прокладок на следующий месячный, которые у меня должны выпасть на январь-февраль. В этом ролике будут практически все новиночки, которые мы с вами распаковывали в предыдущих роликах, потому что я думаю, что Мессвлог тогда получится очень интересным. Ну а ты не забывай перед началом моего ролика про мой телеграм-канал, в котором происходит все самое интересное, и ссылочку на который я оставляю в описании под каждым роликом. Ну и конечно же, про подписочку и лайк на мой ютуб-канал мне будет тоже безумно приятно. И давайте мы с вами поскорее будем начинать. Как вы знаете, на мои месячные я беру себе обычно по две ночные прокладки, и в этот раз я хочу, чтобы одна из них стала Ола Силксенс. Вот такая. Мне безумно сильно понравился ее клей, и я хочу их протестировать и посмотреть, будут ли эти прокладки на белье с таким же сильным клеем. Потому что ночные прокладки от Олы одни из самых моих нелюбимых. Внутри они выглядят вот таким вот образом, идут очень тоненькие, с поверхностью мягкой сеточкой. Кажутся очень широкими, но на самом деле это не так, потому что когда крылышки подвернутся, прокладка окажется очень узкой. Удобно ли будет с этим, вот и проверим. В массовлоге я скажу вам на них свой отзыв. А свою вторую ночную прокладку я хочу взять Эмили Стайл, потому что безумно сильно хочу попробовать именно эту фирму. У них еще безумно красивые упаковочки. Давайте я вам сейчас покажу, как она выглядит внутри. Вот таким вот образом, с двумя креплениями и с анеоновым чипом, достаточно большим, который идет посередине прокладки. Хочу попробовать, чтобы тоже заценить, сказать вам на них свой отзыв. Они тоже тоненькие, тоже очень приятные, мягенькие. Думаю, что они будут очень-очень хорошими, и вот на первые две ночи мне этого количества вполне будет достаточно. Что насчет пятикапельных прокладок, так это то, что я хочу взять всего лишь две штучки вместо трех, потому что я буду брать также тампоны, и мне вполне этого количества будет достаточно именно с тампонами. Первые прокладки пятикапельные, которые я хотела бы взять, это вот такие вот Овио, которые безумно сильно меня впечатлили своим внешним видом. Они выполнены, ну, достаточно пухлыми прокладочками, вы это видите. Но такое чувство, будто бы они невероятно тонкие. Они безумно сильно набитые, но при этом ощущаются как тонкие прокладки. Поэтому попробовать их, я думаю, будет интересным экспериментом. Поэтому первая пятикапельная будет именно она. Ну и последняя пятикапельная, это будет макраке. Эти прокладочки у меня в хранении есть, только у меня идут на четыре капельки, а Аня прислала мне еще и пятикапельных, так что я хочу безумно сильно попробовать их удлиненную версию. Опять же, идут с двойными крылышками, это, как по мне, не супер прям удобно, но поверхность мягкая, клей замечательный. Так что попробовать их, я думаю, никому вреда не причинит. Из четырехкапельных прокладок хотела бы взять вот такие вот красивые голубенькие Nice Lady Ultra. Эта фирма мне, в принципе, устраивает, она мне нравится. Давайте вам покажу, как они выглядят внутри. Вот такие вот малепуточки, идут с поверхностью сеточки. Мне нравится такая поверхность, но мне не нравится, что тут материала не доложено спереди и сзади. Получается, это какая-то трехкапельная прокладка. Ну, это мы с вами и проверим, и опять же, все расскажу вам в МС-влоге. Следующие прокладочки я хочу взять вот эту вот Олу Ультра. Она у меня, в принципе, была, и я знаю, что они очень классные, но я уже успела по ним соскучиться, поэтому и хочу взять одну штучку на эти месячные. Внутри они выглядят вот таким вот образом, идут тоже с поверхностью мягкой сеточки, и клей у них тоже безумно классный. И я как раз-таки хочу протестировать, и походу фирму Ола намного-намного стало лучше именно в плане клея. Следующие прокладочки это станут вот такие Мерине. Как вы знаете, Аня мне прислала еще прокладок от Мерине, но они идентичные с моими, так что я хочу их доиспользовать, чтобы потом в хранение поставить новую пачку. В принципе, прокладки неплохие, по клею меня устраивают, и все остальное тоже мне нравится. Безумно, безумно прессованные. Посмотрите, как они выглядят. Идут с чипом, который раньше пах теральным порошком, но при этом запах был достаточно приятный. Мне он нравился. Поэтому прокладочку от этой фирмы я тоже с собой уже взяла. Безумно давно не брала свои прокладочки Котекс Янг, и хочу их тоже поскорее доиспользовать. Выглядят они вот так вот, и думала, что многие их знают. Осталось две штучки, одну я с собой возьму в этот раз. А внутри они выглядят вот таким вот образом. Лежат они у меня уже достаточно давно. Не скажу то, что они мне не нравятся, либо что-то такое. Они безумно классные наоборот. Просто у меня, как вы видите, большие хранения. И поэтому у меня идет именно интерес к новинкам прокладок больше, нежели к старым. Которые я уже пробовала. И одну штучку я тоже уже с собой положила. Что ляпнула? С собой взяла. У меня есть одна единственная прокладка, которая осталась. Это вроде бы прокладочки Мисс. Которые были бюджетные, но при этом, мама не горюю, у них качество очень даже неплохое. Внутри они выглядят вот так вот. Многие говорят, что у них клей плохой. Но при этом они мне нравились намного больше, чем Милана. Если сравнивать с Миланой, то там клей намного-намного хуже. Эти же по своему качеству ничего. И поэтому я хочу доиспользовать эту одну штучку в этот период. Ну и еще одну четырехкапельную прокладочку из этого хранения я бы взяла вот такую вот Always Sensitive. Мне они безумно в принципе нравятся. Хорошие прокладочки. Очень тоненькие и комфортные. И одну штучку я хочу с собой тоже взять. А внутри они выглядят вот таким вот образом. Много раз говорила, что хорошие прокладочки. Да, у них большие крылышки. Кому-то это не нравится. Имейте в виду. Но прям много месячных они не впитают. Так что не берите их на свои какие-то обильные выделения. Так как они могут не справиться просто с этой задачей. А вы можете попасть в неловкую ситуацию. Кстати, вот этот вот ряд сейчас немножечко опустел. И как по мне сюда может залезть какая-нибудь упаковка прокладок. Так что я хочу убрать вот такие вот Cortex Natural. Пусть эти прокладки тут и находятся. Получилось, кстати, вот так. И еще одни из четырех капельных я бы взяла вот эти вот красивые зеленые Cortex Natural. Которые у меня идут в старом дизайне. И мне безумно сильно страшно доставать их вообще из этого ряда. Потому что вы видите, да, тут невозможно просто ничего достать. Осталось точно так же, как из Cortex Young две штучки. Так что одну я возьму сейчас. Вторую доиспользую в ближайшее время. И выглядели внутри они вот таким вот образом. Да, это старый дизайн. Упаковочки у них сейчас поменялись на белые. В принципе, думаю, вы видели их в прошлом кадре. Так что понимаете, про что я говорю. А еще также поверхность у них теперь протырканная. А не обычная беленькая, мягенькая, как была вот в таком вот варианте. Еще одни четырех капельные я бы взяла Bonny. Потому что они тоже очень-очень классненькие и удобные. Лично для меня, мне кажется, даже то, что они чуть-чуть больше смогут впитать, нежели четыре капельки. Так как они сами по себе широкие. Ну и так-то достаточно хорошо, плотненько набиты. Выглядят внутри вот так вот. И мне они, как я уже и сказала, нравились. Мне их давали на пробу. И начиная от клея до поверхности, меня в них все устраивает. Поэтому я с собой одну штучку и положила. Что ж, помнится, что абсолютно все вот эти вот полтора года, что я веду свой канал, я ни разу не брала две прокладки одинаковые. Ну, абсолютно такого никогда не было. Поэтому хочу сейчас это исправить. У меня здесь стоят трехкапельные. И это вот такие вот меги. На распаковке они меня удивили своим клеем. То есть он тут достаточно хороший. А эта фирма мне не нравилась. Только из-за как раз-таки клея. И я хочу взять две штучки трехкапельных прокладок. Если быть откровенной, то я трехкапельным прокладкам особо не отдаю каких-либо предпочтений. Но это мне очень сильно аукается на моих МС-влогах. Когда у меня только начинаются месячные, либо заканчиваются. А я беру только с собой четырехкапельные. Внутри они выглядят вот таким вот образом, с мягкой поверхностью. И улучшенным клеем. Безумно сильно это меня и радует. Поэтому, конечно же, когда попробую, скажу вам на них свой отцеп. Ну и последнюю прокладочку хотелось бы взять Молпет Ультра. Это одни из бюджетных, но безумно, 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 безумно классных прокладок. Они входят в мои любимчики. И безумно сильно нравятся. Во-первых, посмотрите, какие у них разноцветные красивые упаковочки. Во-вторых, клей, качество самой прокладки, впитываемость просто самая-самая высокая. Вот серьезно сейчас. Поверхность идет сеточка. Понравится далеко не каждой, но безумно-безумно все-таки мне она нравится. Так что отдаю предпочтение этим прокладкам. А еще они не просвечивают кровь, так как у них идет белая вот эта подложка. Так что имейте это в виду, если вдруг когда-то заметите, что они не просвечивают. И если переходить с вами к тамфонам, то безоговорочно я возьму трехкапельные оби с аппликатором, что мне прислала Аня. Внутри они выглядят вот так вот. Возьму, пожалуй, одну штучку трехкапельного. Если вам нужно увидеть, как они выглядят внутри, то супер-супер обычный тампон. Просто беленький, с белым аппликатором и небольшой рифленой поверхностью. Ну и еще одни тампоны, это будут Maggie Energy. Хочу попробовать как можно больше новинок, поэтому как раз-таки их возьму. Внутри они выглядят вот таким вот образом, как супер обычный тампон. И я возьму двухкапельных, две штучки, потому что прокладок мы с вами взяли, как по мне, маловато. И вот будет такой небольшой добор именно тампонами. Вы только посмотрите на эту корзинку прокладок. Ну и, кстати, не только прокладок, но и тампонов в том числе. Я думаю, что на месячный мне этого вполне-вполне хватит. Ждите МС-влога, он будет безумно-безумно-безумно интересным. Что ж, ну а я хочу вас поблагодарить за присмотр моего ролика. Встретимся мы с вами уже очень-очень скоро. Не забывайте про подписочку и лайк на мой канал. Мне будет безумно приятно. И, конечно же, не забывайте заглядывать в описание, потому что именно там я оставляю самые интересные и полезные ссылочки. Большое еще раз спасибо за просмотр. И до встречи в новых роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok